Одной из тем общегородского совещания, которое прошло в режиме онлайн-конференции, стал вывоз снега. За три зимних месяца осадков выпало в 10 раз больше нормы. Почти полтора метра такой слуг снега мог покрывать химки. Сейчас на улице города работает 16 погрузчиков и 33 самосвала. При необходимости привлекается дополнительная техника. Жителей некоторых районов округа волнует снег, который складывают вблизи домов. Начальник комбината по благоустройству и озеленению Валерий Харитонов уверил, что проблем с тающим снегом у жителей не возникает. Несколько дней. Там в том числе и на левом берегу. Там складирование подразумевалось на период снегопада. После снегопада снег отправляется на снегосвалки. Таких в округе четыре. Они находятся вдали от жилых кварталов. Тем не менее, глава округа поручил пересмотреть расположение временных площадок для снега. К обращениям жителей Дмитрий Волошин относится более чем серьезно. С них он начинает свой рабочий день. Вот и каждое общегородское собрание обсуждаются жалобы на портале Добродел. Чаще всего жители пишут об уборке снега. Вместе с тем, таких обращений стало на 17% меньше. Несколько обращений касались начисления за услуги ЖКХ. Жители продолжают задавать вопросы по поводу платежных документов. Таких обращений за отчетный период поступило 11. Соответственно, я прошу службы индивидуально проработать. Давайте посмотрим, что это за проблема с платежкой. Почему нам люди жалуются на платежную дисциплину, когда здесь у меня в кабинете начальник ИРЦ Химок давала мне обещание, что не будет начислений жителям дополнительных тех, о которых они не будут знать. Люди в непонимании, в недоумении, они к нам обращаются. Но это же невозможно каждый раз одно и то же. Каждый месяц мы проходим одну и ту же процедуру. Эта тема должна уйти из повестки. Люди должны знать, за что им начисляют. Глава требует заранее оповещать людей о доначислениях, чтобы у них была ясность. А если житель считает доплату несправедливой, то проводить открытые разбирательства вместе с управляющими компаниями. Мусор, дороги и дворовые территории тоже в топе волнующих тем. В ответственных ведомствах каждое обращение на счету. Начальником управления информационной политики Александром Смахваловым обсудили публикации от жителей в соцсетях. Глава обратил внимание службы информации на отношение к таким постам. На следующих общегородских совещаниях планируют обсудить хозяйственные вопросы, пожарную безопасность, самовольное строительство, незаконные подключения к водоотводящей системе.